Минздрав усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе из-за оспы обезьян. Вероятность завоза инфекции в Беларусь низкая, однако нужно быть начеку. Специалисты РНПЦ, эпидемиологии, микробиологии сейчас разрабатывают тест-системы для своевременной диагностики заболевания. Их планируют создать к середине июня. В стране проходит акция «Внимание, дети!». Автомобили до 5 июня в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Штраф за нарушение до 96 рублей. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными вблизи детских учреждений, в проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. В Беларуси вступили в силу летние ограничения для большегрузов. Действовать они будут до конца августа. При дневной температуре выше 25 градусов с 11 до 20 часов по асфальтобетонному покрытию можно двигаться только транспорту с максимально допустимой нагрузкой на одиночную ось 6 тонн. Милиция напоминает о правилах поведения в преддверии летнего сезона. Закупание в запрещенном месте грозит штраф до 96 рублей, за разжигание костров до 384. Распитие алкогольных напитков помимо 480 рублей может дойти до административного ареста или общественных работ. В Бобруйске проводят учения по ликвидации ЧАЭС в условиях мирного и военного времени. За три дня специалисты столкнутся с большим спектром чрезвычайных ситуаций – от паводков до пожаров. Также на 26 мая запланирован запуск электросирен. Их работоспособность проверят с 7 до 9 утра.